Итак, друзья, я показала вам, как растушевывать достаточно простую область на фоне. И теперь хотелось бы обратить ваше внимание на вот эту область фоновую, которую нам производитель заявляет именно в таком виде. Однако, в таком виде она мне не очень нравится. Поэтому я предлагаю, воспользовавшись листом контрольным, сделать растушевку уже вот этих прокрашенных областей. С чем мы сталкиваемся? С какой проблемой? Я покажу вам. Вот эту область специально оставила не закрашенной. Эта сложность заключается в том, что, смотрите, вот эта краска у нас, она достаточно прозрачная. То есть при высыхании она начинает менять оттенок. Вот эта область, специально крашу уже рядом с высохшей, эта область окрашена той же самой краской номер 5. И видно, что при высыхании, смотрите, краска номер 5 темнеет. Ну как можно нормально тушевать цвет, который непонятно каким станет при высыхании? Как же побороть эти краски? Нам потребуется краска Е. Вот она у меня уже есть, она смешанная в баночке. И краска 5. Мы берем краску Е, кладем ее в крышечку, вот прям лопаточкой вот так. Вымыли кисточку, вытерли о салфетку фибровую и набираем красочку номер 5. Вот я набрала красочку номер 5, ее очень много, примерно столько же. И я создаю средний оттенок между краской номер 5 и краской номер Е. Теперь вот этой смесью я прохожу по стыкам там, где хочу сделать плавный переход. И посмотрите, что происходит. У меня уже сразу же переход становится более гладким визуально. В чем преимущество подобного вида затушевки? В том, что вы не теряете, как например при растушевке губкой, у вас все под контролем. Вы не теряете форму областей. Я вижу, что по мере высыхания, ведь краски у нас с вами прозрачные, и вот эта краска и эта являются достаточно прозрачными. У меня опять светят границы. Все повторяем, то есть берем все тот же цвет и опять прокрываем границы. И так до того момента, когда вам не покажется, что границы выглядят уже достаточно мягенько. Вот эти две области я оставлю показательными, чтобы вы могли видеть, насколько смягчаются наши переходы. Краски у меня на кисти немного. То есть я не кладу, как видно при боковом сейчас освещении, не кладу краски бугорками. То есть именно гладенько добавляю цвет. Мы возьмем цвет Е, который у нас вот этот желтенький, и проходимся по стыку, но не с цветом 5, а именно вот с этим цветом, который мы с вами сделали уже новый, наложили. Вот видно, да, не растушеванные части, растушеванные части. Меня такой переход уже устраивает. Но так как передо мной стоит задача показать вам всю полноту возможности этого способа, предположим, что вы хотите сделать более плавную растушевку, то есть не оставлять таких видимых областей. Что мы делаем? Мы берем кисточку больше. Я вам покажу этот же самый способ. Посмотрите, я сейчас взяла краску Е, я взяла краску 6, создаю вот тот самый средний цвет. Вот это средний цвет между пятеркой и цветом Е. Итак, мы по границе ведем толстую линию. То есть мы работали тонкой, чтобы у нас были видны наши области более четко. И вот теперь мы работаем толстой кистью. И посмотрите, что происходит. Затушевка происходит все более и более интенсивно. То есть вы взяли толстую кисть, и пожалуйста, у вас области становятся все более и более мягкие. Пока краска не высохла, какие-то достаточно резкие границы, вот как здесь, например, вы просто немножко добавляете здесь цвета номер 5. И он у вас, сыроватая краска, естественно, сразу же замешивается. Видно, что вот здесь у нас еще очень неглубокая затушевка. И вот я по контуру добавляю затушевку на большую глубину областей. То есть потому, что у меня взята крупнее кисть. И вот мы получили глубокую затушевку. И здесь видно, что рисковатая граница получилась с цветом Е. Значит, я беру цвет Е и наношу цвет Е. Вот у нас получается затушевка. Это смесь цвета. И вот пока красочки влажные, они свободно дают себя затушевывать. Таким образом я показала вам, как сделать неглубокую затушевку и глубокую затушевку. А вот эта область оставлена у меня совсем без растушевки. Выбирайте, пожалуйста, насколько глубоко вы хотите соединить краски между собой. Выбираете кисточки толстенькую, либо тоненькую. Создаете средний цвет и, нанося его по контуру, создаете мягкий переход. Желаю вам удачи в вашем творчестве. Субтитры создавал DimaTorzok